Члены Национального совета общественного доверия обсудили послание президента. Эксперты считают, что инициативы главы государства должны выполняться совместно с государственным аппаратом и обществом. Включение женщин, молодежи и лиц с ограниченными возможностями в избирательный список – достижение. Однако президент отметил, что 30-процентная квота еще не полностью соблюдена. Необходимо устранить пробел. Наш ориентир – индикаторы ООН. Индикаторы прав человека. Необходимо повышать квоты женщин и контролировать государство в каждой отрасли. Женщина должна защищать права граждан. В следующем году будет увеличена минимальная заработная плата – 42,5 тысяч до 60 тысяч. Однако, если уровень инфляции не снизится, положительного эффекта не будет, отмечают эксперты. Для этого необходимо ликвидировать монополизацию рынка. Контроль над инфляцией – это работа министерств, акиматов. И вот уже на месяц следующего года надо сделать кормовую и местную базу, чтобы не было проблем. Теневой рынок в стране занимает в экономике 40%. Это значит, что экономический резерв не используется. Решение проблемы снижения налогов для бизнеса с 34 до 25%. Предложено ввести единую выплату из фонда оплаты труда. В результате бизнес юридически оформит тысячи своих сотрудников. Когда я даю конверти своим сотрудникам на месте, получается личная выгода. А если правильно платить налог, взносы, то можно вывести рынок труда в легальное русло. Таким образом, каждый человек не должен уклоняться от исполнения закона и подчиняться его требованиям. Необходимо создать справедливые условия для формирования такого понимания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова